Рассказ Эпик Клач Это было месяц назад, но помню как вчера. У меня шел серьезный лустрик. Шесть матчей подряд и одни поражения. Практически в сухую. Казалось, что уже ничто не сможет исправить тот тильт, что я получил за время, проведенное в этих матчах. В тот день я был совсем уставший. Пришел с работы, и это дополнительно ударило по моему желанию продолжить играть рейтинговый режим. Но что-то сдерживало меня. Что-то еще связывало мою руку на мышке и вновь заставляло прожимать кнопку. Сыграть. Снова. Запустился тот самый седьмой матч. Карта Айсбокс. В нашей команде Джет. Вайпер. Сова. Где бы они ни были, я их найду. Киллджой. Спокойно. Я все продумала. И я. Я могу быть и щитом, и мечом. Помните об этом. На сейдж. Какой пик добавлял хоть какую-то капельку уверенности, но после стольких проигрышей я ее почти не ощущал. Начали мы за сторону атаки. Я верю в ваши силы так же, как в свои. Возможность фейка и активного перемещения давали нам какое-то преимущество. Пистолетку нам удалось забрать. Как и парочку следующих раундов. Мы были сконцентрированы и поэтому победили. Так держать. Но потом противники стали нас читать и обернули преимущество по раундам в свою сторону. В нашем тимспике начался голдеж. Кто-то с кем-то спорил, кто-то искал чужие ошибки. А я просто молча слушал и по просьбе союзников старался выходить на размены, хидить и активно прикрывать ребят. До смены сторон один раунд. Накопленное не сохранится. Нужно все потратить. В момент смены сторон команда противника урвала большинство раундов. И счет оказался 4-8. Поможем обрести вечный покой. За защиту игралось легче. Все немного успокоились и стали более координированно выбивать рашплентов. Любую ошибку вражеской команды мы тут же улавливали и наказывали их за косяки. Любое преимущество не постоянно. Не расслабляйтесь. Нам почти удалось завершить наш камбэк. Счет уже стал 12-11. Матчпоинт. Я ясно. Вижу свою цель. Но последний раунд оказался странным. В один момент все замолчали и перестали давать информацию. Будто на уверенности решили сыграть победный раунд. Но все пошло совсем не так. И он стал проходным. До овертайма. Будьте сменны. Каждый из нас валорант. Каждый из нас боец. И вновь этот шум в голосовом чате. Я старался сделать споры тише. Но порой колки и фразочки задевали и меня. Играть становилось все сложней. А морально уже просто невозможно. Я даже начал смотреть на часы и прикидывать. Через сколько минут это все закончится. Счет 14-14. Смена сторон. Овертайм. В результате схваток выяснилось. У нас безупречная защита. Но хромает координация атаки. Смена сторон. Матчпоинт. Взяв в свою копилку 15-й раунд, мы попытались что-то предпринять для победного раунда в атаке. И наконец закончить эту затянувшуюся встречу. Но идеи кончались. Придумать что-то после стольких раундов было уже невозможно. Казалось, что любое повторение действия сведет нас к повторному поражению. В ходе короткой дискуссии мы решили. Просто рашить точку Б. И попробовать одержать вверх на уверенность. Их надежда, их яд. Таймер прозвенел последние 3 секунды. Экраны в другое измерение пали. Первой залетела наша Джет. Изображиваясь на желтый контейнер, стала раскидывать смоки по разным точкам. Вражеская Вайпер не успела среагировать на такое действие кореянки. Но зато сразу же успела подкинуть кислоту под ноги всем остальным нашим союзникам. Которые так слепо бежали к точке. Раздалась очередь из Фантома. И эксперимент, в котором участвовали наши Савайкил Джой, закончился. Джетка отомстила за смерть союзников, убрав Гадюку с поля боя. Но успела получить смертельный выстрел от оператора в голову. Остались только я и Вайпер. Она пробурчала в Тимспик. Крой, походи! И активировала уже заготовленную домовую стену. Которая хорошо закрывала вбит вражескому оператору. Проверяя каждый угол, мы зашли на точку. Казалось, бери да и ставь себе Спайк спокойно. Но неожиданно из-за домовой завесы выбежала вражеская Джет. И как бешеная, взлетев на воздух, пустила все свои пять кинжалов в ближайшего противника. Нашу Вайпер. Я не растерялся. И пустил первую же пулю с вандала прямо в голову синей паркуристки. Которая замешкалась, совершив убийство. Может это удача? Или просто мой адреналин? На снежной карте наступила тишина. Оставаться одному в такой момент крайне тяжело. Ты морально чувствуешь большую ответственность за весь результат своей команды. А преимущество противника в количестве нагнетает безнадежность и убивает уверенность в себе окончательно. Любая ошибка будет стоить тебе победы. После падения дымовой стены на свой страх и риск, я решил установить спайк. Без фейка. Раздался выстрел оператора на прострел тонких стен. Но мне повезло. Пуля пролетела близко к моей голове, но не достигла цели. Пошел обратный отчет. В этот момент вся моя команда ругалась куда громче, чем прежде. В ход шли и оскорбления, переходы на личность. Но я уже настолько устала от них, что не выдержал. «Заткнитесь!» Прокричал я в голосовой чат. «Я хочу слышать их!» И Тимспик затих. Слышно было лишь хруст снега, приближающихся шагов с разных сторон. В этот момент я юркнул за желтый контейнер, так как посчитал это куда более выгодной позицией для защиты спайка. Когда я бежал к нему, раздался еще один выстрел оператора. В этот раз нахер попал мне в ноги, лишив меня всей дополнительной брони. Хилка еще была в моих руках, поэтому я незамедлительно ею воспользовался. Но этого хватило, чтобы восстановить только 80 очков здоровья. Мысли бешено мчались в моей голове. «Откуда сейчас? Стоит ли бегать? Что делать с одной лишь стенкой?» Я перебирал разные мысли, но первая подходящая пришла почти сразу. Спустя столько времени противник наверняка уже промутился у нас за спиной. Я тут же наставил прицел на край объекта карты на уровне головы. Цель не заставила себя долго ждать. Через мгновение после установки прицела показалось лицо вражеского бримстоуна. Четкий и одиночный выстрел. Теперь играем один в два. В этот момент на планту стали раскрываться смоки вражеского омена. «Кажется, кто-то решил скрыться в тени», – подумал я. И тут же решил внырнуть в дымовую завесу, ожидая телепортации призрака. Но неожиданно я оглох. Все померкло. Где-то глухо попискивал спайк. «Это паранойя призрака настигла меня врасплох». От испуга я стал разбрасывать под спайк и вперед себя сферы замедляющего льда в надежде хоть как-то остановить поджим. Но с таким зрением точно это сделать было невозможно. Одна из сфер отрикошетила прямо мне под ноги. Я слеп. Не могу двигаться, и только вражеская завеса еще давала шанс мне на выживание. Увидели ли они меня? Паранойя пала, и в этот же момент растопился лед. Я стал резко осматриваться внутри смока и прямо за спиной обнаружил Омена. Его синий пронзающий взгляд был направлен на меня. В руках он держал свой заготовленный нож. Но мой рефлекс огневой очереди при виде противника сработал безотказно. Желание зарезать меня стоило ему жизни. Остался последний. Информации по снайперу у меня не было. Я знал только, что это был агент Сова. А такой противник меня напрягал своими разведывательными способностями. Спайк начинал пиликать чаще. Время до взрыва сократилось вдвое. Где-то за плантом раздался гул дроны Совы. Я тут же предпринял попытку спрятаться. Я прекрасно понимал, снайпер будет стараться держаться на дистанции и не даст мне высунуться из-за контейнера. А его счет, 36 убийц за весь матч, дам мне понять, что даже попытка спровоцировать выстрел путем фейк-пика может лишить меня жизни. С таким агентом шутки плохи, ведь он очень хорош, куда опытнее меня. Пока я придумал, как можно обмануть охотника, уже успел раздаться звук разминирования. В тимспике начали кричать. Суку! Пойди его! Но я неоднократно убеждался на примере своих союзников, что даже так он не промахивается. Неожиданно мне под ноги прилетела стрела, и я от испугу стал расстреливать устройство, чем сразу же выдал свое местоположение. Шансы отбить спайк стремились к нулю, а адреналин сбивал с толку. В итоге импровизация взяла вверх. Активировав умение ледяной стены, я поставила ее под себя за контейнером, тем самым подняв себя на высоту. Не останавливаясь, я начал бежать по стенке вправо, уже выглядывая за контейнера. Рядом со спайком стоял тот самый снайпер-охотник, который уже нацелился на меня. Но я предугадал этот момент, и как только тело противника показалось мне на глаза, я тут же спрыгнул за стену вниз, выпустив перед этим очередь из своего вандала в прыжке. Раздался выстрел оператора, а внизу закрутился кружок. Передо мной весь обзор закрывала моя железяная стена, а на ее фоне светилась надпись «Победа атакующих». Неужели? Как? Мой тимспик взорвался. Чего только не делали мои союзники. Их хвалили, и обещали подарить мне любой скин, и присылали поцелуй, и даже приписывали меня к своим родственникам. Я долго не мог понять, что случилось, но иконки в правом верхнем углу показали. Убийство в голову. Где-то внутри что-то щекотало меня, адреналин спадал, и разум возвращался в спокойное состояние. Таким счастливым я себя не чувствовала давно. С тех пор я знал, что бы ни происходило, никогда нельзя сдаваться. Нужно лишь верить в себя, быть хладнокровным и здраво мыслить даже в самых безнадежных ситуациях. Тогда можно стереть любые границы на пути к славе и развитию.